У нас мы начинаем, мы продолжаем в нашей 26 главе в книге Таня, страница 153, 153 по русскоязычным переводам, и мы говорим о теме, как не грустить, как делать так, что мы не будем грустить. Ведь есть всяких разных причин, которые принуждают нас чувствовать недостаток, который переводит потом груст. И ребя начинается разбираться с самой основной – физический недостаток. Физический недостаток. Из-за этого ребя говорит, что не надо грустить, потому что достаток, который мы имеем, это прямой, можно сказать, отдача Всевышней. Или как он говорит, это имя Гавайя, переходит от буквы ВАВ. ВАВ – это длинная буква, это означает, что это снижается вниз благословлением, и ГЕЙ – это расширение. Или в каббалистические понимания, ВАВ – это ЗО, атрибуты МИДОТ, и ГЕЙ – МАЛХУС ЦАРСТВА. Поэтому это доступно нам понять. Когда мы говорим о недостаток, то есть не такое открытое благословление, то это приходит от ЮДКЕЙ – ЮДХЕЙ, то есть ХОХМУ и БИНЕ. В каббалистическом понимании это называется скрытый мир. И мы объясняли, что такое скрытый мир, АЛМАДЕС КАСИЕ, и открытый мир, АЛМАДЕС ГАЛЬЕ. Мы говорили, что это бывает и в простым, в бытовой жизни. Моя речь перед вами, если он доступен, если он понятный, да, это открыто. А мои мысли, которые внутри себя, это скрытый мир. То есть того, что мы понимаем, нам поглядили над головой, и у нас есть хорошее здоровье, хороший парнусы, хороший заработок, хорошие длинные жизни, то это для нас понятно, это открыто. А того, что иногда от нас скрываются, это означает непонятно. И поэтому говорит Ребе, кому принадлежит понимание, что он любящий Всевышний, тех, которые радуются в недостаток, в страдании. Мы же вообще не любим страдания. Первое, поэтому надо понимать, что это значит страдание. И тут мне очень важно, потому что в прошлый урок мы шли чуть-чуть в совсем непростые вещи, ситуация, которая была у один из нас. Поэтому шли сразу на самые катастрофические положения. Мы давай начинаем со всеми бытовыми вопросами. Кто из нас чувствует недостаток, что он не Билл Гейтс? Кто-то чувствует, что у него горка в жизни. Почему у меня нет 90 миллиардов? Кто-то даже чувствует горка с того, что у него нету дом в Кап-Фарет рядом с Рочиндой. Нету такого чувства вообще. Нету такого чувства недостаток. Почему нету такого чувства недостаток? Никогда не было, поэтому никогда и не хочется. Вопрос о недостатке, он очень индивидуальный. Поэтому Рамбам пишет в законе, это закон, что если к нам приходит бедный человек, просит помощь, мы должны его кормить. Что кормить? Кормить, что он будет сытый. А если приходит к нам, к нам это кому? К нам это община. Не обычный человек, не один человек. Один человек может или не может помогать. Мы говорим, это община. Обязательство общину перед своих гражданами общины, можно так сказать. Если приходит богатый человек, который потерял состояние, А что ему должны обеспечивать? Как бедный? Написано в Талмуде, и Рамбам это переводит в дилу, то есть в законе, что надо обеспечить ему, если мы будем говорить о словах Рамбама, даже лошадь, лошадей бегать перед него, и рабы. Это его недостаток. Это его реальный недостаток. То есть, когда мы говорим о недостатках, мы должны понимать, какой недостаток. То есть, иногда человек будет оценивать того, что он потерял вчера в бирже полмиллиарда долларов, которые никогда не видел, это было для цены бумаги, как катастрофа. И мы должны сказать ему, что это милосердие Всевышний, это скрытая непонятная тебе причина. И ты должен понимать, что Всевышний наоборот. Тебе что-то хочет сказать. Что-то хочет сказать. И тебе надо не просто смириться, а улыбаться. Более того, когда человек теряет из добра, и у него остается меньше добра, мы должны даже с ним говорить еще о Пожоши. Кто сказал, что тебя положено? Чего ты решил-то, что тебе это положено? Ты решил, что того, что тебе отдали, это положено, а теперь забрали тебе все. Должно, Всевышний должен. Однажды у меня была беседа с одного такой человека, приблизительно. И я говорил ему, мне очень интересно, когда у тебя был достаток, ты тоже думал, что это благодаря Всевышней? Он говорит, а как это должен выразиться? Ну, количество цдка, и количество чувства долга. Должен давать. Я обязан давать. Допустим, Десятина. Обязан давать. Кому? Кому написано, кто давать? Обязан. Ты чувствуешь вот это, вот это чувство. Ты же считаешь, что Всевышний все делает. Так ты был должен. Ты чувствовал это? Ну, так себе. А теперь, когда тебе плохо, виноват только Всевышний. Чего? Если, когда тебе хорошо, благо из-за тебя, когда тебе плохо, тоже благо, тоже плохо из-за тебя. Почему бы ты был Всевышний виноват? То есть, у нас в человеческой жизни постоянно мы находимся в каком-то торге. Хорошее – это наше достижение, плохо – это Всевышний достижение. Нечестно. То есть, должен быть какой-то баланс. Если Всевышний, то Всевышний до конца. Если я чувствую, что я, так и недостаток это мой. рассказал это, я расскажу еще раз. Был очень известный рабе из Апты. Апта. Это такой город. Апта. И он всегда отправил своих богатых в общину просьбы выдать ему деньги на цедаку. У него было там 3-4 человека, которые он постоянно к ним обратился. Однажды пришел к нему один из хасидов, бедный человек, и говорил ему, что мне нужно выдать дочь замуж. Деньги нет. Сколько надо? Тысяча рублей. Это были большие деньги. И он отправил к одному из них. Он принял этого хасид, говорит, ребят, тебе отправили хорошо, сколько надо? Тысяча рублей. Он говорит, ну, что за просьба? Тысяча рублей? Давай, я вам дам сто. Говорит, извините, ребят сказал тысяча, если не тысяча, спасибо, не надо. Вернулся обратно к ребяту и говорил ему, что он отказался. Ребя услышал, хорошо, направил тебя к другому. Этому другому было намного проще. Проще финансовое положение, намного проще. И он говорил ему, что ребят отправил меня из-за дочка, мне нужно тысяча рублей. Он даже не заморачивался. Ребя сказал, вытащи, тисан. На следующий месяц первый богат начал чувствовать, как он теряется. Сделка за сделкой, все вкидывается. И он не был дурак. И он понял сразу, что виноват ребя. я не подчинялся, теперь он меня мстит. И он не был дурак и не был фраер, как у нас говорят. Он решил позвать ребя к суд. Он отбудился к гавинатский суд в город Апте. Позвал ребя и говорил, что я обвиняю ребя, что он от меня отбирает богатство из-за того, что я не был послушен ему. А это не честно. Я не должен, не обязан давать ему тысячу рублей. Ну, судья услышали требования и говорили ребя, ты так и есть. Он говорит, так и есть. Какое основание у тебя есть? Какое основание? Какое оправдание у тебя? Чего забирать от одного еврея, какой-то еврей, который тебя не прослушал? Давать тысячу рублей? Это огромные деньги? Он не считал нужным. Это в законе тоже не обязательно. И ребя объяснил следующее. Он говорил, вообще, когда душа спускается в этот мир, как только она уже планируется спуститься, ангел поднимает ее и говорит, эта душа будет уродливая или красивая, удачливая или без удача, богатая или бедная. Единственное, что они спрашивают, будет ли она богобоязненная или нет, потому что это свободный выбор. Каждый должен себя добивать. богатство когда душа моя была поднятая, у меня было однозначено богатство, причем большое богатство. Я это богатство не хочу, оно меня мешает. И поэтому моё богатство я разделил между тремя и четырьмя моих хасидов. Условия, что когда я к ним отправляю кто-то, они должны ему даваться. Вот один из избранных был этого хасид, он расчаровал меня, теперь я забираю моё и даю другому. Этого хасиду слышал это и начал реветь, что ребя всё правильно, всё правильно, но семья у меня есть. Поэтому судья принял решение, что ребя имеет право забираться без вопросов, но он должен оставить столько, что эта семья будет жить в нормальном состоянии. И так и было. И так и было. то есть когда мы говорим о недостатках, он конечно очень индивидуальный. И каждый человек должен подходить к себе и задавать себе вопрос, справедливо ли я чувствую недостаток? Это первый вопрос, которого надо спросить. А может быть мой недостаток не такой недостаток? Могу жить и без него? Когда говорит ребя, тебе реально больно, ты считаешь, что тебе нужно получить, ну реально нужно получить, и от тебя забирали, или у тебя серьезный проблем, который нельзя чинить, как здоровье, как не дай бог детей, как не дай бог семья, тогда у тебя ты должен себе сказать, что это вроде в моем обязательстве, я должен иметь это, я должен просить, я должен просить у Всевышнего благословления на их здоровье, на их благополучие, и мне нужно, я могу чувствовать страдания за них, но пасть в депрессию не имею права. Почему? Всевышний есть причин. Есть у Всевышнего причина. Какая, не знаю, скрытая, но она есть. И от тебя ожидают, от нас ожидают, достаточно крепкая вера, понимать, что они в соми понимают. И поэтому улыбаться надо. Нету причин не улыбаться. это первый абзац в 153 странице. Несмотря что я не читал все на святом языке, я уверен, что каждый из вас может читать это потом по-русски, я буду продолжать на следующий абзац. Следующий абзац будет спрашивать совершенно другой вопрос. Человек не переживает от своих материальных недостатков. Не будет чувствовать проблем с материальным недостатком. Он в себе воспитывал, что материальный недостаток не является проблемой. Но у него проблема. Он грешный. и он грешил. И у него есть серьезные за собой серьезные проблемы, которые он тягает за спиной. И постоянно у него проблемы с того, что он чувствует в себе виноватым. Что он ошибся в таких вопросах. И он ругается собой. Он ругается собой. А что мы скажем ему теперь? Да ничего. Так нет ничего. Я сделал ошибки, я сделал грехов. Я делал того, что нельзя делать. Я делал поступки, которые нельзя поступать. Я должен сожалеть. И он должен сожалеть. Из-за этого ему грустно. мы говорим сейчас о грехах, которые запрещены в Тор. Но я должен вам сказать, что это касается тоже жизненной ошибки. Я обидел кого-то очень сильно. Меня теперь целая моя компания или мои люди и мои близкие ненавижу меня. я кому-то принес ущерб и теперь это меня мучает совесть. Я кого-то очень сильно ранен. Меня это очень мучает. Не дай Бог, если человек попался в катастрофа, авария, и кого-то очень сильно подчинил серьезный ущерб физически. Вы же которые нельзя дальше просто жить. это тоже входит в это просто в проблем. И у него постоянно чувство вины, чувство недостатков, он чувствует, что он плохой, он неправильный. И он прав, он неправильный. Из-за этого он постоянно находится в состоянии недовольства. Он недоволен от себя, и поэтому иногда или часто у него чувство вина переводится к депрессии. И он себе дает отчет, что я неправильный, я постоянно неправильный, и я этого неправильности привела к много-много ущерб и страдания разных людей. И из-за этого у него боль сопровождает жизни. И вопрос теперь, что мы скажем ему? Что мы скажем ему? Да забудь. Нет, не забудь. Это же грех, это же ошибка, это же серьезный вопрос. Как забудь? Как это понять забудь? Это легком мысленность. Это безответственность. Это человек без души. Как можно сказать забудь? Не забудь? первый совет. Есть два совета по этому поводу. Первый не сейчас. Не сейчас. Время на все есть. Это не сейчас. Привыкай назначить время думать от своих ошибки. объясню. Жизнь человека это как управлять бизнесом. Не зря мудрецов это говорили. У бизнеса не каждый день открывается касса и начинает делать баланс. А сегодня потеряли значит мы плохо. Завтра мы заработаем нам хорошо. Не так нельзя. Есть квартальный отчет и тогда мы можем видеть какую-то определенную картина и она рисует определенный процесс. А есть годовой отчет. Почему так? Потому что каждый день есть микро изменения. Нельзя так жить. Если я постоянно буду считать деньги у меня недостаток я в депрессии все плохо закроем все нет. Завтра заработаем. Так же самое если мы говорим о месячный отчет или квартальный отчет или годовой отчет он не рисует совершенно другие картины так нельзя жить. С каждый день или каждую неделю и каждый месяц нельзя жить. Это определенный процесс направления который потом обрисует план обрисует будущее когда мы говорим о жизни это то же самое то же самое человек должен понимать что на все есть время ты делаешь грехов поговорим об этом не сейчас ты делал ошибки в жизни хорошо поговорим об этом не сейчас ты делал кому-то больно поняли не сейчас когда назначим время поставим потом рамки время 9 вечером до 10 вечером сиди и начинай считать в чем ты был неправильный но из рамки этого время 9 до 10 вечером раз в неделю не выходи не выходи остальное 23 часа в этот день и 6 дней в неделю ты об этом не думаешь это не помогать ты должен быть как мы говорили счастливый ты должен быть крепкий потому что есть разные ситуации в жизни и ты должен быть живой и ты должен быть готов к борьбой а если ты будешь депрессион все этого не будет и того что ты будешь раскаиваться каждую секунду каждый божий не поможет к дальнейшей жизни ни тебе ни теми которые страдали некому поэтому первый закон не сейчас второй входит в этом назначим время вот это время будет назначено под это ни позже ни раньше и ни в другой день второй не менее важный понимать психология животного душа и церва почему ему это важно что ты будешь воспоминаться постоянно ты будешь чувствовать себя я совестный человек я плачу о моей недостатке почему он хочет тебя толкнуть туда первый портит тебе противостояние ему а во вторых из-за того что у него есть дополнительный план в таком виде когда человек депрессивный ему очень легко вести тебя дальше к состоянию в соловну то есть когда человек чувствует горько он хочет расплатить себе за это он хочет как-то успокаивать этого чувства как он это делает берет что-то приятное когда ребенок плачет мы что мы делаем ему даем ему конфеты когда мы были маленькие что мама делала погладила по голову обнимала обнимашечки рассказала как мы хорошенькие что все будет хорошо мы хотим что кто будет нас обнимать но мы взрослые кто будет нас обнимать а ну тогда давай будем кушать что-то очень вкусное или будем гулять или пойдем где-то где-то совсем погулять или совсем погулять что-нибудь делать который меня поможет забывать мои проблемы поможет меня забывать и вот это уже совершенно другой план я царь очень умный он мастер в своем деле он понимает где у него вот где он может вот щупать и делать проблемы почитаем ах но а от сву смимила дешмаю груст которая приходит от богобоязненная то есть человек переживает за своих грехов или как мы говорили о своих ошибках в жизни он чувствует что он неправильный человек он совестный человек он хочет давать себе отчет что не совсем правильно во всем он должен найти в себе силу избавиться от этого грусти и ребят объясняет не только во время службы то есть во время рабочего и трудного дня когда мы говорим о службе это молитва когда молимся когда учимся и когда работаем это служба служба кому все что мы делаем это служба жизнь наша служба надо оттолкнуть это время службы потому что что он службе в себе и что он службе в себе вишнему с радости и открытия сердца и хорошие чувства и говорит ребят Даже если человек не учится, и не молится сейчас, он находится на работе, и к нему попалось вот этого груст, так мы скажем, что хорошо, если кто-то сварщик, или кто-то инженер, или кто-то электрик, или кто-то производит что-то, у него появилось, а ты помнишь, вчера ты кушал неправильную еду, а ты помнишь, что ты нарушил субботу? Он говорит, ну я сейчас на работе, могу плакать, могу густеть, нет, не надо, не время, не время, почему на работу нет? Оно объясняет. Имно фэлло эцэве да агамимиле дешмайо, если к нему попадает страдания и чувства вины, и переживания от его грехов, бешата сакар, во время его простого дела и работы. Он должен знать, что эта хитрость, животная душа, ецарова. Зачем? Кедэй лхапиллой ахарках бетайвес, хазвишолим. Для того, что он будет упасть в наслаждение, заменить своих страданиях в что-то вкусное. А вкусного разное есть. Кануда, спрашивайте вы, написано 154-го, 155-й, если не точно найдете мои слова, можно читать потом и найти, ничего страшного. То есть, спрашивайте вы, откуда нам знать? Откуда нам знать? Может быть, действительно, Всевышний будил нас к раскаянию. Большинство говорит, что когда человек просто так, в обычный будного дня, чувствуешь раскаяние, чувство нужда в раскаянии, это приходит от Баскоилля. Что такое Баскоилля? Кто-то помнит слово Баскоилля? Баскоилля. Написано в разных местах Талмудия, и Мишны, и Зоор, конечно, о том, что каждый день приходит звук небесный, голос небесный, который говорит, «Баткоилля Брисмаилбону шел Таиро». Баткоил. «Баткоилля Брисмаилбону шел Таиро». «Баткоилля Малак шабоним лооцелло бабайт». Баскоил, всеки херазных баскоил. Каторий, гаварит, агакит асажилиний, а табош, то лу, аштумин нитруудим цеву чиньятору, а табош, то мин ненаходим цев храм, а табош, то муидал шненахадицатам, и делят какие-то виши. Ну, честно говоря, я этого Баткоил, Баскоил, не слушаю. Я их не слушаю. Кому они принадлежат? Праведники? Но все равно, меня я не слышу. Говорит Балшим Таиро, что вот того, что у нас появляется неоткуда желание раскаяния, это вот, это Баскоил, это Баткоил. Ну, теперь, вот у меня, вот появилось густа того, что я не соблюдал субботу в последнюю субботу. Я кушал некошерного еда. Я обманывал кого-то. Я поранил кому-то. И меня больно. Я хочу раскаиваться теперь. И это на работу. Я занимаюсь высоковальтной кабела шефутинскому. И теперь я хочу раскаиваться. Что плохого в этом? И Ребе говорит нам, откуда оно пришло к нам? Ну, откуда? Баткоил я услышал. Моя душа услышала крик душа. Нет. Большая разница. Большая разница. Баткоил не отталкивается грустность. Грустить не станешь. Она дает мотивация. То есть, если шефутинский услышит это, когда он занимается высоковальтной кабела, он скажет своего хозяина, извините, дорогой, берите кабель, я иду в синагогу. Все. Но не начнет плакать. Зачем плакать? То есть, Баткоил отталкивается к жизни, к поступке, к правильной движении, к радости, не грусть. И если у тебя появляется грусть, это не божественность. Это нет всевышней. Это яцарара. Это животная душа. Помните, мне рассказали про маги безмезрича? Что у него появилось, какой-то человек ночью в синагогу предлагал учиться с ним Тору. И он закрыл Талмуде и ушел домой. Когда учеников спросили, а может быть это был пророк Ильяу, что он говорил им? Вот это был грустный. Он говорит наш. Если тебя чувствуется грустность, это не животная душа. Это не божественность. Это яцарара. Это не то. Для чего он это делает? Что ты будешь грустить, почувствуешь себя мрачной, почувствуешь себя неудачной, почувствуешь себя без надежды, и отсюда и дальше давай гуляем. Давай погулять. Вот так легко. Уже хотим гулять. Для того, что будет приходить истинный груст, как мы называли это мерерут, истинный груст, это должен приходить от божественной души. А как мы получаем достижение от божественной души мозгами? Надо трудиться. Бесплатно не приходится. Бесплатно это не приходится. Человек должен сидеть, думать и довести себе к сожалению, истинное сожаление. Истинное сожаление. Истинное раскаяние. А потом сразу переводить ее к делу. Сожаление переводит к чему? К действию. Возмушение и исправление. истинное истинное Говорит Ребе, когда все-таки попадает к нему какая-то реальная грусть, о чем он чувствует грусть? Я нарушил субботу, я что-то делал очень плохое, я кому-то принес ущерб, мне жалко, мне больно. Не-не-не-не-не. Не важно, если это посередине ученитору, или посередине молитвы, или посередине работы. Нет, нет, нет. Время для этого надо. Нас значит время. Сейчас это точно нехорошо. Это не время. Поэтому он объясняет. Для того, чтобы чувствовать возмущение и исправление. Царих квиут и тим. Надо назначить время. Беша сакойшев. И правильное время подбирать. Бешу вадас. Спокойное время. То есть время, которое я могу концентрироваться. Ли избойнен бигдула сашем. А как это происходит? Я бы объясняю, как раскаяние должно происходить. Ли избойнен бигдула сашем. Первым он должен думать, перед кем он стоит. Перед Всевышним. После того, что он понимает, перед кем он стоит. И он чувствует в себе уже страхом. Перед Всевышним. А шерхотолой. И тогда понимать, что он перед него согрешил. Тоже рассказал и тоже очень подходит сюда. Однажды, один из великих хасидов, Ребец Махцедек, был большой подрядчик, строительный подрядчик. Строительный подрядчик. Большой. Были несколько государственных тендеров на строительство в Вилне. И он получил в своем проекте определенную крепость достраиваться. И это была серьезная подрядная организация, серьезная работа. И он был серьезный человек. И он строил, а потом один из царов, я не помню, какие из царов были. Приехали, он сам приехал с комиссией принимать работу. По-моему, это был царь Александр. Он был известный как капризный человек. Очень капризный. И когда он что-то сказал, это, ну, отрубит голову, отрубит голову. Он был очень капризный. И, конечно, когда он приходит, конечно, страх был неимоверный. Все переживали, переживали, потому что он мог быть капризным. Это некрасиво снесите. Вот этого отправьте в турме. Вот это, вот этого казните. Вот этого не платите. Капризно очень. И он пришел, смотрел на крепость и говорил, что все хорошо, но вот эта стена, она чуть кривая. Стена не была кривая. Даже не чуточку. Она была той же уклён, которая нужна по технику. И все, когда он говорил, что стена кривая, напряглись очень. Кроме этого Хосетт, он делал шаг вперёд, говорит, царь мой, она не кривая. И тишина. Все в истерике. Ну, что теперь будет? И на удивление, царь смотрел на него там несколько секунд и продолжал дальше. Царь вернулся обратно к Петербургу, с ним рассчитались, всё нормально. И приходит повестка. Царь приглашает себя на собеседование. Он пришёл, получил это, улыбался, царь приглашает его, да? Показал это секретару. Он говорит, ты что, я с тобой не дружил, никогда не был знаком, не работал у тебя, уволюсь, до свидания. Он начал показать партнёру, слушай, у нас нет акции с вами, деньги не надо делиться, до свидания. И он понимает, что что-то ненормально. Он к нему доходит. И он идёт дальше к своего другом, губернатором, это было в Витебске, тогда, по-моему, губерния, говорит ему, вот, посмотрите, слушай, мы с тобой не знакомы, никогда не встречали, никогда ты не участвовал в никаких тендеров, я тебя вычёлкиваю от любого места, где ты находился. И он понимает, что у него выход нет, он едет в сторону, в сторону Петербурга, и в каждое место, где он показывает, люди не здороваются с ними, он мёртвый труд. В день назначения беседы, он приходит уже около дворцов. И каждый человек, который смотрит его повестка, так показывает, ну, труп ходит. Всё, конец. И так, он уже начинает осознать, что ничего хорошего не видится. И он начинает трусить, прямо трусится всё. Прямо всё, всё трусится. И он поднимается, 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 один открывается двери, и он заходит в зале, заявляет своего имени перед царом, и он прямо почти, ну, ело-еле ходит, он почти чувствует, что ему хочется на четверку просто пользоваться. когда он дошёл к цару, он был бы вообще бледный и очень такой весь джёрганный. Говорит, о, вот так надо говорить цару. Вот так. То есть, он хотел его получить, ты сказал, может быть, в слова правильно, но ты не общался с царём. Ты не понял, с кем ты общаешься. Поэтому, может быть, ты бы я простил, но вот теперь, ты понимаешь? Вот так надо говорить царём. Когда мы идём раскаиваться, надо осознать, с кем мы общаемся, у кого мы просим прошений. Иначе, 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 это как игра такая. Я обидел моего ребёнка. Ты знаешь, маленький мой, спасти меня. Папа такой, дурной чуть-чуть. Нет. Мы говорим со Всевышнему. Поэтому, начинать надо, что? Понимать, кто такой Всевышний. И почувствовать это в сердце. А потом, когда будет просить прошение, и вот это будет прошение. А вот так не надо. Поэтому, вот случайно, попутный груз, это не списывает. Это не то. Не туда попали. как мебуар, от зо, в маком, ахер, аккеда, ает авиемья. Продолжение следует... Сон лечит. Перед сном уже никуда не ходим, гулять никуда уже. Ночью пришли перед сном, время думать перед кем, раскаиваться, возмущаться на мои ошибки, а потом сразу переводить к активности. Завтра будет по-другому. Завтра я твердо решаю, что будет по-другому. Почему ночи? Ну, первое, потому что уже пухнет ничего, да? Уже нет дым пухнет, да? И сна лечит. Утром станем другими. Это не так. Не только так. Есть еще одна причина. Очень важная причина. У хасидов было известно, что как спите, так и просыпайтесь. О чем думаете, когда спите? Перед сном. С этого мыслей просыпайтесь утром. Если думаете утром, если перед сном человек думает о положительном, утром он станет положительным. Если человек думает о дурных мыслей, утром он будет дурной. И как ты встанешь утром, на какая нога ты встал, такой дым у тебя будет. Это как замкнутый круг. Поэтому хасидов перед сном первые учили Тору, несколько минут хотя бы. Потом читали, читание шмак перед сном, и там есть раскаяние. Думали о своих недостатках, которые прошли в этот день, и приняли твердое решение. Твердое решение. Завтра изменить это ключ ему. Принимать твердое, положительное, активное. И с этого чувства уснуть. Вот с этого чувства уснуть. И когда ты утром просыпаешься, ты чувствуешь вот это обязательство. Вот ошибки не повторяем. И идем работать. И идем делать что-то положительное. Вот это взгляд Тору, как еврей должен жить. Это не означает, что мы забываем о нашей ошибке. Мы забываем о нашей недостатке. Мы просто пробиваем наши недостатки, наши провали. Это не означает, что мы забываем о нашей неудаче. Нет. Мы никогда не забываем. Только отлаживаем это. На правильное время. Когда это знание приносит нам развитие. И приносит нам депрессию. И когда мы думаем, мы четко должны понимать, что это время должно приносить нам продуктивное продолжение. То есть учить из моей ошибки, отделить сожаление от активности и начинать идти вперед. Вот тогда у нас будет правильная еврейская жизнь. И это касается тоже материальной жизни. Это не касается только божественной работы. Это именно и касается нашей обычной жизни. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...